МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». У нас в гостях уникальный герой отечественной богемы, истинно народный артист Советского Союза Станислав Садальский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, Станислав Евгеньевич. Я вас тоже категорически. Столько мы вас зазывали, зазывали, я уже потерял всяческую надежду. А я могу комплимент вам сделать? Нет, это неудобно будет. Это получится, знаете, как в той басне. Петушка хвалит кудрючка? Вот именно. Я внимательно смотрю ваши программы. Я обычно в конце всегда с рыбкой разговариваю. Да, у нас по формату такой, да, в конце. Но это неправильно. Неправильно? Неправильно. Проучили вначале рыбку попросить. Могу я рыбку попросить? Вы сами решили. Вы гость, вы решаете, что делать. Как ее зовут, рыбку? Дядя Володя. Дядя Володя? Потому что это китайский карась. И так придумал имя первый гость. Володя? Да, назвал, сказал, что это китайский карась. И обозвал его дядей Володей. Только вы не слушайте. Вовочка, Вовочка, сделай так, чтобы сегодня кто смотрит программу Додолева, был здоров, и всем пошли здоровья. Не буду дивиться, не хайку зарыться. Не буду дивиться, не хайку зарыться. Пускай всем здоровья, чтобы программа сегодня хорошо прошла. И когда обычно начинают всегда программу или спектакль, все говорят с Богом. Только эти самые, знаете, говорят ни пуха, ни пера, только говорят бездарности. Нельзя вспоминать этого с рогами. Поэтому, Володя, с Богом наша передача. Все. Оригинально. Вот это вот сразу ясно, что Садальский в эфире. Да, у меня еще вещи. Александр Юрьевич, что вы принесли? У артистов нет отчества. Стас. Тогда я буду вас тоже Евгения Моисеевича называть. Да? Вы хорошо ставите. Да. Что это такое? Так. Вот бокал. Так. Вот поработайте Шерлок Холмсом. Как вы думаете, что это такое? Прочтите, там записка есть. Так, записку-то прочитать я могу. Для этого не надо быть Шерлок Холмсом. Это бокал моей мамы. Спасибо. Твоя Людка? Твоя Людка? Да. Кто это вот мог? Ну, я знаю, что у вас подруга Людмила Нарусова, поэтому это вряд ли. Нет. Это не ее почерк. Холодно. Так. Что же за Людка такая? А, это... Ну, это актриса. Актриса. Так. Понятно. А мама кто? А, ну, и мама тоже актриса, нет? Певица. Певица. Народная артистка Советского Союза. Да. Аксакова? А? Кто? Как? Ну, кто-кто, я не знаю, я ничего не сказал. Так кто? Хватит уже интригу держать. Я не Шерлок Холмс. Ну, как вы, вот вы назвали, певица. Так. Актриса. Мама актриса. А ее мама певица. Это бокал ее мамы. Самый дорогой, что у нее было. Вот она мне подарила. А Сталин был большим поклонником этой певицы. Даже написал в Вознесенске, миллион алых роз, написал гей. Все говорят, Пугачева, Пугачева. Нет, не Пугачевой, а этой актрисы. Вот она, сейчас она, мы опять на тропе войны. С ней? С ней, да. Но это 10 лет назад она не подарила. Там, по-моему, не миллион алых роз был в Вознесенске, а миллион апельсинов желтых. Нет, это в Америке. Она, когда у нее был роман с Вознесенскими, она говорит, ты написал мне песню, миллион алых роз, а где же розы, я не видела. И она просыпаюсь, говорит, просыпаюсь утром, все в апельсинах, ступить ногой нельзя. А почему вы на тропе войны оказываетесь? Вы дружите, дружите. Она слушает, все время слушает, там ее подруги все эти самые. Слушает ваш Ютуб? Говорит, как? Ну, она слушает совет, и потом я не хочу обсуждать. Знаете, я вчера познакомился с Танью Поляковой. Не знаете Танью Поляковой? Нет. Это такая по манерам, такая бизнес-леди. Я знаю, она была женой Тарико или Рико, русский стандарт была. Да, 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 есть такое. Она была женой, и потом она в Италии, я с ней еще как-то издали наблюдал за ней. И она вот знает все манеры. И она сказала, что нельзя, когда тебе жалуются на своих детей, на своих родителей или мужей жен, ты должен вставлять в уши ватку, ты не должен слышать. Так. И я начинаю, вот мне начинает там одна актриса, начинает рассказывать, вот мой сын, тот и тот, у меня было денег столько, стало вот столько, он залез, он позвонил мне. Ну, давайте вы на стол поставьте. Что ж вы, да, как-то думаете. Позвонил мне ночью, позвонил ночью, в мошонку укусило там что-то штока. Говорит, мама, я должна с ним поехала с Клифосовского из мошонки, вытаскивали эту муху там. Я ему говорю, как тебе не стыдно? Вот что ты мать? Мать играет там, работает много, тебе деньги, семью, ты ничего не делаешь. Ты, он начинает матери жаловаться, мать говорит, ты свинья, ты скотина, ты моих детей поносишь. Вот что, она мне вываливает, вываливает на меня это, я вываливаю детям, и у детей я сразу враг. И вот Татьяна Полякова сказала, ты не должен никогда, вот она тебе говорит, ты должен это не слушать про детей. И вот начинаешь вот высказывать, ну теперь я уже, ну только об этом узнал вот позавчера, мне Татьяна Полякова сказала, нельзя обсуждать родителей, детей, мужей, жен, что говорят, жалуются на них. Эти жалобы ты не должен слышать, это не твоего ума дело. Я говорю, ну мне рассказывает, она говорит, не слушай, закрывай ушки и не слушай. И вот как начинаешь, вот мне вываливают, начинаю я тоже, бла-бла-бла-бла-бла, не могу. Как народный мститель. И сразу получай по мусалу. Но, в принципе, откуда у вас этот бокал? Она мне подарила. Вот просто в связи с чем? Я не знаю, подарила, она говорит, я хочу, чтобы у тебя была память. Это вот, это единственный бокал, который остался, там нет, много антиквариата у мамы. Но я все-таки думаю, что это она вышла замуж за богатого, покупала антиквариат. А вот этот бокал, действительно, был большой такой сервиз, было 12 на 12 персон. И вот это от Марьи Петровны Максаковой, народной артистки Советского Союза, от нее. И вот она мне написала, Людмилу, я даже не помню, она, в принципе, любит делать подарки. Она очень добрый человек, я помню, даже Целиковская, когда умирала, и какие-то дорогущие лекарства Максакова приносила. Она очень добрая, очень щедрая. А они были подругами? Ну да, да. Да, была для меня Целиковская вообще одна из великих женщин. Когда? Я хочу уточнить, она великая актриса или великая женщина в смысле масштаба характера? Что вы имеете в виду? Я думаю, то и то. В театре, Людмила сказал, я в театре только ее в Конармии видел. В Конармии маленький эпизод она выходила под гром, под фантастический успех был. Ну, если люди кричали во время войны, я это часто за родину, за Сталина, за Целиковскую. Ну ладно, за Целиковскую? За Целиковскую, да. Я у Мотыля снимался в картине «Лес», и тогда я понимал, что я могу сниматься сколько угодно, раз у Мотыля снимусь, я буду известный. И Мотыль хотел снимать из фараона актрису ежегротовского картина. И мы потом пошли к Целиковской, говорит, давай мне просят советскую актрису какую-то попробовать. Мы пришли к ней с Мотылем, и пришел Любимов к ней. Мы сидели, пили чай, и Любимов говорит Целиковской, Людмила Васильевна, вы можете мне отдать бокал, мне Параджанов подарил? Она говорит, бери, пожалуйста. Он открыл, говорит, бери все, что хочешь. А тогда были ужасные, на любимом были гонения газета «Правда». Написала сеанс черной магии театра на Таганке. И звонили корреспонденту, говорили, скажите о нем плохие слова. Она говорит, как я могу говорить о нем плохие слова, и с ним 17 лет прожила. Понимаете, вот это тоже не всякая женщина. У нас же начинает рассказывать, какой он сука, какой он сволочь, как он гулял, как он... А здесь она говорила только высшие слова о своем любимом. Я помню, он забрал Пикассо работу и вот этот бокал Параджанова. Людмила, я говорю, зачем мы жнаты были, зачем ты отдала? Она говорит, а, пускай. Вот Татьяна Устинова, когда вас представляла, сказала, что это актер, которого боятся колени. Кто вас боится и почему? Ну, знаете, говорит, боже... Нет, она много другого, конечно, сказала, она вас всячески нахвалила, но, среди прочего, был обозначен вот этот вот фактор. Ну, написано, говорят, в литературке, по-моему, была такая там рога и копыта. Боже мой, какое убожество, думать одно и говорить то же самое. Я не помню такого. Ну, вот мы убогие, вот дураку позволительно. Ну, я не зло говорю, вот я на режиссера, видите, я попросил его снять. Он говорит, нет, нет, у нас формат. Но потом, видишь, все-таки он не обиделся на меня. Раз все-таки сделали, мы сегодня сняли рыбку. Ну, вы же ссоритесь с людьми. Кира, привет. Да, с людьми-то ссоритесь вы, с коллегами. Я все время говорю, что, вот, Цветаева сказала, обиды у дел горничных. И потом еще на обиды, на дураков не обижаются. Ничего обижаться. А вы ни на кого не обижались? Про вас не обижался? Я раньше обижался. Я раньше обижался, а потом сейчас, вы знаете, мне убрали надпочечник, у меня нет чувства страха. У меня нет чувства. Раньше я все время думал о смерти, сейчас вообще не думаю о ней. Ну, давно уже надпочечник, больше? Года четыре. Года четыре, да. То есть, уже четыре года не думаете о смерти? Нет, да.